Время белых воротничков, похоже, уходит в прошлое. Сегодня у актюбинской молодежи в почете такие профессии, как проходчик, специалист хлебопекарного дела, акушер, пищевик, технолог. Этот список довольно длинный, и в нем все меньше упоминаются специальности, предполагающие офисную работу. Это говорит об одном – уверены чиновники от образования. Авторитет рабочих профессий растет, и не в последнюю очередь в этом заслуга преподавателей СУЗов. Они смогли задать необходимую профориентацию студентам. В текущем году была введена новая модель государственного заказа. Принимали участие 573 предприятия малого, среднего и крупного бизнеса. На основании потребности был сформирован государственный образовательный заказ, который составил 4918 человек. Из них 600 человек из республиканского бюджета. В актюбинской области на сегодня работает 41 СУЗ, в котором обучается более 36 тысяч студентов. После окончания колледжей их уже ждет вакансия, стабильная зарплата и соцпакет. Подобное, как было сказано сегодня на совещании руководителей актюбинских колледжей, стало возможным благодаря трехстороннему меморандуму. Он заключен между управлением образования, палатой предпринимателей и отделом координации занятости. В рамках меморандума местные предприятия уже заранее могут заказать себе тех или иных специалистов. Повод у актюбинских чиновников от образования действительно весомый. Сегодня трудоустройство выпускников средних специальных учебных заведений составляет 80%. Довольно высокий показатель. При этом, как отмечают эксперты, актюбинская молодежь сегодня мысляет более реалистично. Не все идут повально в экономисты и юристы. И напротив, охотнее выбирают рабочие профессии. Может быть, заработки у них не такие уж и высокие, зато постоянной работой они обеспечены. Акмарал Майкузов, Алексей Уразов, программа «Факт».